МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗАПЛАТИЛ Налоги, но спокойнее спать не стал? Ага. Ясно. СИП «Нефтигрупп» тебе надо. А они помогут? Помогут. И с налоговой, и с отчетностью. Ну ты позвони им, сам все узнаешь. СИП «Нефтигрупп». Консультации, ведение компаний, юридическая помощь в миграции компании, в том числе альтернативная ликвидация. СИП «Нефтигрупп». Здравствуйте, это программа новости СРГУ-24. В студии работает Дмитрий Круковец. В начале выпуска коротко о главных темах. Купаться запрещено. В выходные в водоемах Сургутского района утонули два человека. Спасатели проводят рейды и предупреждают об опасности. Чтобы знали, что дома ждут, в Сургуте прошел автопробег в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации. И День обласа в Тромагане Сургутского района вышел за рамки поселкового фестиваля. Бороли здесь за призы на национальном празднике более ста человек. В Сургуте с приходом тепла территории, которые принято считать в городе пляжами, стали местом притяжения жителей. С повышением активности у водоемов выросло и число рейдов, которые проводят спасатели. Патрулирование ежедневное. В ходе него специалисты не только следят за тем, чтобы не случилось ЧП, но и проводят профилактические беседы, вручают отдыхающим памятки и напоминают, что мест, предназначенных для купания в Сургуте, нет. Пожалуйста, ознакомьтесь. Спасибо. Соблюдайте. Всего доброго. Еще раз застряем ваше внимание, что купание во всех водоемах города Сургута запрещено, так как вода не соответствует санитарным нормам. Мы уже здесь 15 лет купаем. Живее до сих пор. Тем не менее, здесь нельзя купаться. Не рекомендуется, поскольку вода тюкная. Наиболее активным любителям поплавать в неположенном месте вручают акты и протоколы. Штраф за нарушение правил поведения на воде небольшой, от 100 до 300 рублей. В этом году таких было выписано 6. Взыскание, безусловно, не самое страшное, к чему может привести купание в неположенном месте. На водоемах Югры продолжают регулярно происходить трагедии. За минувшие выходные в Сургутском районе утонули два человека. Это 54-летний мужчина, плававший в карьере на территории кооператива «Победит-2» и 35-летняя жительница деревни Тайлакова. Она отдыхала на реке Большой Юган. Спасатели отмечают, что чаще всего утонут люди, уверенные в своей физической подготовке, как правило, хорошие пловцы. Также одной из причин ЧП на воде было и остается алкогольное опьянение. Кроме того, опасность может таить в себе даже знакомый не первый год водоем. Например, излюбленное сургутянами водохранилище «Угресс». На этом водоеме загрязненная вода. Во-вторых, здесь загрязненный грунт. И в случае, если человек уходит далеко от берега, то там еще есть небольшой ров. Глубиной несколько метров. Вот на этом рве люди и тонут чаще всего. Мотоциклист стал пациентом травматологической больницы после практически лобового столкновения с иномаркой. Оно произошло в Сургуте вечером в пятницу на Индустриальной улице. По предварительной информации с места, водитель внедорожника, поворачивая, оказался на встречной полосе, где не уступил дорогу байку. Произошел довольно мощный удар. В машине сработали подушки безопасности. Водитель отделался испугом. А вот мотоциклисту повезло меньше. 29-летнего мужчина с травмами различной степени тяжести увезли в больницу. Обстоятельства и причину случившегося устанавливают дознаватели. Сбил и скрылся. В Сургутском районе в субботу утром водитель Лады на обочине встречной полосы сбил двух велосипедистов, ехавших в сторону Нефтьюганска. В результате жесткого столкновения один из них, 30-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте. Его попутчица, 36-летняя Югорченко, получила повреждение. Ее в больницу доставила бригада реанимации скорой помощи. Предполагаемый виновник аварии уехал, но был задержан полицейскими в 9 километрах от места ДТП. Ему теперь грозит до 12 лет тюрьмы. Ведется следствие. В субботу в Сургуте состоялся автопробег в поддержку действий российских военных на Украине. Организаторами выступили учебный центр ДОСААФ и ветеранские сообщества. Как отметили сами участники акции, мероприятие прошло успешно. Организаторам было достаточно написать всего несколько сообщений в мессенджеры. И несмотря на выходной, в жаркий день на призыв откликнулись несколько десятков человек. В автопробеге приняли участие офицеры и бывшие служащие самых разных родов войск, морская пехота, ВДВ, пограничники, представители общества содействия, армии, авиации, флоту, курсанты и юнормейцы. Я служил в 56-м десантно-штурмовой бригаде в городе Камышево. Служил в Чечне, ветеран боевых действий. Сегодня автопробег, посвященный нашим бойцам, которые служат, выполняют воинский долг на Украине, защищают, как говорится, интересы России. Мы, если не физически, то как-то мы хотя бы морально должны поддержать ребят, которые сейчас принимают участие в проведении специальной военной операции на территории Украины. Много ребят, с которыми я служил, те, кто прошли Северный Кавказ, сейчас там находятся, выполняют специальные задачи для того, чтобы фашизм больше не поднял свою голову и не расползся по территории России, по территории, наверное, всего земного шара. Маршрут автопробега пролегал по улицам города. Событие привлекло внимание сургутян, пешеходы и водители. Встречных и попутных машин приветствовали автомобили, оформленные флагами и соответствующей символикой. Торжественный митинг состоялся на площади у мемориала славы. В подножии памятника возложили цветы, видеоматериалы с мероприятия. Организаторы планируют отправить в адрес земляков, сейчас несущих службу на Донбассе. Для них очень важно видеть, что их поддерживают и ждут дома. Участники автопробега считают, что подобные акции стоит проводить чаще. Оно показывает поддержку населения, тому, что сейчас происходит. Чтобы те, кто там сейчас находится, понимали, что они не одни, что люди за них. Наш солдат бережет их граждан, бережет их солдат, бережет их дома. Бережет. Это они бомбят по своим городам, они бомбят. А мы бережем. Наши сыновья, наши братья находятся на Украине, наводят там порядок, и они наведут порядок, то эта поддержка очень нужна. С Сургута много ребят наших друзей, с которыми мы, десантников, уже там. Ребята, сил вам, терпения, здоровья. И возвращайтесь живыми обратно домой. Мы вас ждем. Предупрежден, значит вооружен. Глава Сургутского района подписал соглашение о сотрудничестве с региональной общественной организацией «Киберхранители». В течение года волонтеры будут заниматься просветительской деятельностью с подростками, в частности, связанной с противодействием экстремизму, терроризму и пропаганде наркотиков. Напомню, что ранее муниципалитет начал сотрудничать с киберволонтерами организации «Чистый путь», которые занимаются выявлением противоправного контента. В этом году благодаря добровольцам было найдено более 40 сайтов с такой информацией. Наша жизнь все больше и больше уходит в сеть интернет, поэтому очень важно противодействовать незаконному контенту, ну и с молодежью работать, как в наше детство было, разъяснять, что такое хорошо, что такое плохо, этой работой тоже надо обязательно заниматься с молодежью. «Киберхранители» работают с 2018 года. За это время им удалось помочь закрыть более 2000 групп и сообществ в соцсетях и порядка 180 сайтов. Для подростков Сургутского района волонтеры будут проводить лекции и семинары, а также разработают специальные буклеты, в которых будет содержаться вся информация о том, как вести себя в интернете. Нашими непосредственно самыми замечательными специалистами-волонтерами, отыскивается эта информация и передается непосредственно в определенные органы, для того, чтобы они уже рассмотрели это на законодательном уровне. Либо это блокировка происходит непосредственно интернет-ресурсов, либо находятся виновные. Более ста человек собрались на озере вблизи поселка Тромагана и стали участниками Дня обласа – национального праздника коренных народов Югры. В прошлом он был обычным поселковым мероприятием, но уже в третий раз фестиваль собирает желающих побороться за победу со всего Сургутского района. Его посетила и наша съемочная группа Никита Жуков продолжит. С самого своего начала День обласа обещал быть поистине красочным и колоритным. Выступления национальных коллективов сменились красивой церемонией приветствия с традиционной чашей для окуривания, которой ханты испокон веков встречали дорогих гостей. Официальный старт празднику дал глава Сургутского района Андрей Трубецкой. День обласа проводится с 2005 года, в 17-й раз, но с учетом того, что два года по причине пандемии мероприятие не проводилось, сегодня 15-й юбилейный праздник обласа. Хочу обратиться в первую очередь со словами благодарности к участникам. Подобные мероприятия живут и развиваются благодаря вам. Основная часть праздника – это гонки на обласах. Это традиционная лодка, выдолбленная из цельного куска твердой древесины. Она маневренная и верткая, и требует серьезного мастерства при управлении. Поэтому многие ханты учатся управлять обласом с самого детства, так как это основной инструмент рыбака и охотника. Впервые Яков Рынков взял в руки весло в 10 лет. Говорит, что пришел на соревнования, чтобы победить. Ну, самый первый путь, который вот проехал, я там, не знаю, километров 21, это примерно мне лет 14 было. И съездили назад, когда приехали, уже я вообще уставший. Первый год, получается, я вот участвую. Вот до этого вот на сказке участвовал, сейчас здесь собираюсь участвовать. На старте гонок начался дождь, но даже он не испортил настроение и соревновательный дух. Более 50 человек в одиночных и парных разрядах боролись за право считаться лучшими в гребле на обласах. Участникам необходимо было быстрее всех пройти расстояние в 100 метров. Однако в этом спорте важна не только физическая мощь, но и ловкость. Слишком сильный гребец без должных навыков может легко перевернуть область. На этот случай на озере дежурили спасатели, которые помогали выбраться из воды тем, кто не мог совладать с юркой лодкой. Пока одни боролись с водной стихией, другие покоряли жюри своими красотой и талантами. Параллельно с гонками проходил конкурс «Хантыйская красавица». Участницы демонстрировали свои традиционные костюмы, которые сами и сшили. Одна из героинь, Светлана, рассказала нашей съемочной группе о том, какие традиции, связанные с Днем обласа, есть у коренных народов Югры. Традиции Дня образа – это, конечно, самое главное, это приношение. И даже без праздника, без традиции, когда выезжаем, мы кидаем монетки в воду. Это повелось еще с древних времен. То есть монеточку кидаешь и задабриваешь духом, чтобы ничего не случилось на воде, никакой несчастный случай. И у нас как бы и ханты плавать-то не умеют. Долгожданный праздник, отметили и гости, и организаторы, прошел на ура. Это уникальная возможность для представителей коренных народов собраться вместе, поговорить на родном языке, обменяться новостями и опытом. Глава муниципалитета отметил, что на дне обласа с радостью примут не только участников из Сургутского района, но и представители из других территорий. Таким образом, местный праздник в будущем может стать еще масштабнее и колоритнее. Никита Жуков, Сергей Кондаков, Сургут-24. 50 лет и в горе, и в радости. Семья Волковых в этом году встречает золотой юбилей совместной жизни. Вместе Михаил Николаевич и Анна Ивановна с 70-х годов. За полвека в браке воспитали двоих сыновей, и сейчас нянчат и вдохновляют собственным примером гармонии в семье двух внуков. Для юбиляров провели праздник во дворце торжеств. В компании близких они снова смогли пройти под марш Мендельсона и вспомнить, как обменивались клятвами полвека назад. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Загадайте желание. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И это все, что мы успели рассказать к этому часу, корреспонденты телеканала СРГУ-24 продолжают следить за развитием событий. Самая актуальная информация в удобное для вас время доступна в официальных аккаунтах в Телеграм, ВКонтакте и на нашем сайте www.indefisnews.ru Впереди еще прогноз погоды после коммерческого блока. Я благодарю вас за внимание. До свидания. В Гаранте они только качественные и от ведущих западных производителей. В хорошей стоматологии Гарант используется новейшее оборудование, чтобы ваше лечение проходило максимально комфортно, безболезненно и, что особенно важно, эффективно. В стоматологии Гарант полный спектр стоматологических услуг от отбеливания до сложного хирургического лечения. А еще стоматологию Гарант отличает врачебный состав. Это высококвалифицированные специалисты, которыми гордится клиника и которых любят пациенты. Приятным фактом станет то, что мы проводим лечение по полисам ДМС, а также предоставляем рассрочку. Хорошая стоматология Гарант – Гарант хорошего лечения. Пока козлята играли дома одни, злой волк планировал их съесть. Ваша мама! А вдруг это волк? Давайте посмотрим наш умный домофон! Но козлята узнали злодея. Я открою тебе волк! Мы знаем, что это ты! Ваши дети дома в безопасности. Умные домофоны Телеплюс помогают. Новинка. Кольцони в пиццефабрике. Сочная закрытая пицца с вашими любимыми вкусами. 299 рублей на пиццефабрика.рф Новости и интервью. Развлекательные программы. Объективно о работе правительства и жителях Сургута, Югры на Рутюб-канале ОМЕДИА. Сургут-24. Подпишись, будь с нами в центре событий. Рутюб-канал ОМЕДИА. Сургут-24. 16+. Летняя распродажа рекламы на Радио Дача. Скидки на размещение роликов до 70%. Широкий охват аудитории. Мы вещаем в Сургуте, Нефтьюганске и обоих районах. Оперативность. Вашу рекламу услышат мгновенно. Узнайте подробности по телефону в Сургуте 22 12 22. Отсоединяйтесь с 1 июня по 31 августа 2022 года. Домашние и дикие. Дружелюбные и опасные. Популярные и экзотические. Такие разнообразные животные. Встречайте их в познавательной программе для детей и взрослых «Усы, лапы и хвост». Смотрите каждое воскресенье в 11.00 на телеканале Сургут-24. Окружной паблик ВКонтакте ОМЕДИА ЮГРА. Увидели что-то интересное? Узнали что-то важное? Хотите рассказать об этом всей Югре? Пишите, присылайте фото и видео в сообщения группы ОМЕДИА ЮГРА. Станьте нашим ньюсмейкером ОМЕДИА ЮГРА. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова